Снова в инновационную школу. 20 общеобразовательных детских учреждений в этом году получат грант главы Чувашской Республики по 200 тысяч рублей на развитие творческого и духовного потенциала системы образования. Именно так значится в документе. Например, в Шумерлинской школе эти деньги пойдут на открытие новых медиаклассов. Записать интервью с одноклассником или директором школы. Смонтировать свой телевизионный сюжет. Написать статью или хлесткий заголовок для стен газеты. В Шумерлинской школе номер два. С первого сентября ребята будут изучать основы журналистского мастерства без отрыва от обычных уроков. Новые технологии дадут возможность решать образовательные задачи на новом уровне. То есть, когда мы будем использовать медиатехнологии для того, чтобы изучать литературу, географию, историю, ну и другие, конечно, предметы. Создание медиаклассов для учителей всей страны – это новая, интересная работа. Пока не существует четких ориентиров, как же правильно совместить общеобразовательную школьную программу и медиа. Здесь большой простор для творчества. Мы вольны выбирать то, что нам удобно. Мы вот решили именно связать с предметными областями, чтобы стимулировать детей обучаться и обучаться через медиа. Ученики старших классов здесь давно знают, что такое медиапространство. Уже несколько лет они посещают кружок журналистики. Учатся отбирать информацию, писать тексты, снимать настоящие телевизионные сюжеты. Для их программы на местном канале даже выделили эфирное время. Всем привет! С вами «Немысли». И сегодня мы с вами поговорим об одиночестве. На самом деле журналистика, она ведь в любых отраслях полезна. Эти навыки, навыки системно мыслить, навыки красиво, грамотно говорить, навыки писать. Они нужны всем. Поэтому, конечно, мы говорим о медиаклассах не только как о классах, где обязательно это должен выйти и стать журналистом. Это вообще расширяет кругозор однозначно. И вот эти все творческие способности, которые генерит среда именно медиа, она точно пригодится, мне кажется, любому ребенку. В новом учебном году медиа-детки, как их называют педагоги, снова возьмутся за камеры и сядут за компьютеры писать, снимать и монтировать. Не все станут телевизионщиками, операторами. Но тот опыт, опыт общения в первую очередь, который мы получали здесь, безусловно, положительно скажется на дальнейшей, надеюсь, процветающей жизни каждого из нас. Медиа-классы в республике – новый проект. И в первую очередь учителя, по сути, учатся новому. Ищут, ошибаются, пробуют и находят. И все понимают, главное не засветиться по телевизору или в интернете, а научиться не просто плавать, а не тонуть в море информации очень разного толка. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика.